Как себя чувствует кора ваша? Отлично. Отлично, да? Несутся? Несутся. Точно? Точно. Участковый ветеринарный врач Евгений Варламов задает всем хозяевам по двору одни и те же вопросы, ответы на которые и определяют состояние здоровья домашней птицы. В деревне Григорчикова кур держат многие, но остерегаясь инфекционных болезней, которым в последние десятилетия частенько подвергаются пеструшки и рябы, хозяева стараются ограничить доступ к ним других птиц, синантропных и диких. Ведь главные переносчики птичьего гриппа – именно они. Гриф закрыт. А там закрыто? Нет. Вон же закрыт сетка. Вы не поняли. Потому что инфекция пойдет. Кто-то летит, они будут сверху. В доме семьи Беловых кур держат всего пару лет. Хозяйка Валентина Анатольевна говорит, что за это время ничего серьезного в плане здоровья домашней птицы не было. Информацию слушаем по телевизору, газеты читаем. Ну а витамины получают, содержатся в чистоте и порядке. Следующий населенный пункт – поселок Володарского. У Сергея Безубова по современным меркам немалое хозяйство. Две коровы, два десятка кур. Все пеструшки, как на подбор. Холеные, цвет пера здоровый. Корма мы специально закупаем. В Раменске. Специальный комбикорм для кур несушек. То есть, а его безопасность тоже? Да, конечно. С него они хорошо несутся, там и добавки все есть. В настоящее время порядка двух с половиной тысяч кур содержатся на частных подворьях на территории Ленинского района. У сотрудников Ленинской станции по борьбе с болезнями животных есть списки адресов, хозяева которых разводят кур. В будни, конечно, многие на работе. Информационные листы им положили в почтовые ящики. Те же, кто дома, с пониманием относятся к гостям. Одни рады, что мы несем им информацию, ту, которая им необходима. Другие просто встревожены. Ну, по-разному люди реагируют. Но, в принципе, они больше благодарны. Потому что все-таки нужно знать об этой болезни. Они оповещены, и уже какое-то спокойствие у них есть. Мы им даем телефоны контактные. Они могут к нам подъехать. Они могут получить дополнительную информацию. Чтобы эта и другая работа с населением была более отлажена, руководство ветстанции информирует жителей, которые имеют на содержании птицу, а также других домашних животных, о необходимости зарегистрироваться в государственной ветеринарной службе района. Всю информацию об этой процедуре можно узнать по телефону 498-547-1092. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.